Всем привет! Хочу поделиться своим заказом по пятому каталогу компании Фаберлик. Я сразу все положила на стол, потому что заказ небольшой, но здесь для меня практически все новинки. Декоративная косметика. Начнем с подарочного набора, который по каталогу стоил 169 рублей. Здесь у нас находятся три миниатюрки крема для рук. Как всегда, показываю вам, как все это выглядит внутри. Я покупала этот набор для себя, поэтому уже два крема для рук для себя попробовала. И здесь у нас в объеме по 30 мл. Я попробовала бальзам и крем для рук. Здесь еще находится такой вот защитный кремушек. Его я даже еще не открывала. В принципе, одинаковы по своему действию, по своей консистенции. Хотя я думала, что бальзамчик будет намного легче. По-моему, бальзам единственное, чем отличает, это одушка. Потому что у крема практически ее я не слышу. Обычно кидают с собой в сумки. Очень удобно носить. И хорошо питают, увлажняют. По крайней мере, я могу сказать про вот этих два крема. Что не понравилось, то что уже упаковка была вскрыта. То есть, вот этот скотч был надрезан. Я не знаю, мы уже просто смотрели, как выглядит наполнение. Но просто как-то не очень приятно получить уже вскрытый такой вот подарочный набор. Также покажу вам, что для меня не новое. Это вот такие батончики. Я как-то вам их показывала. Беру свои назад слова по поводу того, что такие можно везде найти. Но батончики нет. Я старалась. Но именно кокосовых и именно с белой начинкой я так и не нашла. Обычно они все с какими-то... Я отрезала половинку. Обычно я половинку съедаю в день. И именно у таких каких-то легких, не сильно сладких, но питательных батончиков я не нашла. Сколько я себе не покупала в последнее время. Поэтому опять-таки была акция на них. 79 рублей. В принципе, вот это их нормальная цена. Но то, что они изначально их продают за 150 рублей, это вообще грабеж. Ну что, это все мои три новиночки, грубо говоря. Я вам покажу то, что я взяла из новой коллекции. Я вам говорила о том, что я возьму лишь только карандаш черничный, гелевый. Долго я думала, смотрела свочи. Все-таки он даже на свочах имел, и это было видно, синюю подложку. Но все-таки я его взяла. Ну уж очень мне захотелось хоть что-то попробовать из новой коллекции. Он выкручивается автоматически. У него такой вот грифель. Он идет с блесточками. Здесь опять мы сталкиваемся с вами с тем, что проведя один раз, мы получаем не сильную пигментацию, такую вот серо-синюю подложку, и немножко где-то отдаленно виднеются блесточки. Но если наслоить таким вот образом, то здесь уже насыщенний цвет. Действительно, он отдает за счет блесток, которые в них такие они фиолетово-розовые, фиолетовый потон. В принципе, я уже пробовала его наносить. Делала с ним стрелочку. Стрелочка очень стойкая. Он, кстати, тоже очень стойкий. Я сейчас вам покажу, что его потом не сотрешь. Он чуть-чуть зафиксируется. Я думаю, сейчас вам хорошо как раз видно вот этот перелив розовых, фиолетово-серебряных таких блесток. В общем и целом, я этим довольна карандашом. Я его даже пыталась нанести в слизистую. Конечно, я это не рекомендую делать, потому что в нем содержатся блестки. В глаза блестки мне не попались. И, наверное, на слизистой он у меня продержался минут 40. Принесла с собой карандаши. Хотела просто рядышком сейчас вам нанесу, покажу. У меня вот синие карандаши. И как раз вместе с вами посмотрим, насколько отличается этот фиолетовый, черничный якобы от синего. Вот этот карандаш синий. Это Maybelline. Это 36 номер. Дальше вот это, это как раз-таки у меня Фаберлик синий карандаш. Ну, тоже, видите, у него такая какая-то зеленоватая даже подложка. И вот мой любимчик, не раз вам уже о нем говорила, это Ebroche, такой двойной карандаш. Я ищу такой фиолетовый. Как раз можно вот посмотреть отличия именно фиолетового, да, если вы хотите, и то, что мы получаем черничный, как называют его Фаберлик. Да, в принципе, эта фиолетовость достигается за счет блесток розово-фиолетовых, но на глазах их не видно. Ну, в общем, чуть-чуть где-то будет оттенок. И да, кстати, карандаш этот гелевый стоил 279 рублей. Слушайте, это очень дорого. И я почему-то сейчас только на цену обратила внимание. Реально, 300 рублей за такого качества карандаш. Ну, нет, 150, это красная его цена. Из новинок пудра шариковая, жемчужная россыпь. 6192, это как раз-таки позиционирование того, что это пудра, которую вы можете нанести на все лицо. Но я когда показывала новинки из этого каталога, говорила вам то, что для меня это будет бронзер. И я как раз-таки принесла бронзер также от Фаберлик. Хочу сравнить просто оттенки, потому что вот этот в шариках мне очень понравился. При транспортировке он, видимо, как-то раскрашился, да, какой-то оттенок. И поэтому здесь вообще 2 или 3 должно быть оттенка этих шариков. Но сейчас это не очень сильно заметно. Давайте сюда нанесем вот эту пудру. Я нанесила обычной кисточкой, все очень хорошо переносится. Подтушуем, и получается очень красивый цвет загара. Не матовый, а сатиновый больше. На лице это выглядит именно как бронзер очень красивого, естественного оттенка. Блесток практически незаметно, хотя вот здесь я их наблюдаю. Давайте попробуем набрать тоже запеченная бронзер-пудра у них. Бронзирующая пудра, по-моему, называется. В единственном оттенке. Здесь нанесена запеченная пудра, и, как я вижу, она имеет более такой желтовато-рыжий, что ли, подтонт, нежели пудра вот эта в шариках. Но здесь даже оттенок по-естественней. Во-первых, я очень рада, что это не один и тот же продукт, и что у них разные оттенки, да. Во-вторых, сама текстура и перелив тоже не похожи друг на друга. Мне нравится и тот, и тот. В итоге есть 2 крутых бронзера как раз вот на весна-лето. Стоимость этой пудры в шариках 359 рублей. Я вам обещала показать стойкость карандаша. И, в принципе, вот видите, допустим, если мы берем от Ивраше, он до сих пор не застыл и подвижный. Так же и с остальными у нас то же самое. Чистый пальчик. Надеюсь, у нас все чистенько. То есть устойчивость у него хорошая. И фиксация. Итак, приступаем к тому, что я заказала. Вообще, я изначально, как только познакомилась с Фоберлик, меня заинтересовали 2 продукта. Это как раз таки была бронзирующая пудра. Я ее как раз приобрела. И я взяла в этот раз. У меня был купон на 50% скидку. Решила приобрести себе четверку от Фоберлик запеченных теней вместо вот этой вот новой коллекции, которую мне совершенно не понравилась. Пигментация. Здесь я тоже, если честно, не ожидала прям чего-то вау и супер. Но, девочки, меня очень удивило. Взяла я ее 50% скидкой за 400 рублей. Из линейки «Ослепительный взгляд» и артикул 5622. Я, естественно, все ссылки оставлю внизу. Подпишу вам точнее, как она называется. Красивая упаковка. Есть зеркало. Есть вот такой вот спонжик. Ну, естественно, я им не пользуюсь. Который закрывается сверху вот такой заглушкой. Вот таким образом они мне перенеслись на пальцы. И я от этого фиолетового яркого, вот этого, просто в восторге. Вот они все четыре оттенка. И вот этот темный, его можно наслоить. И давайте с вами сейчас попробуем. Когда я его наслоила, я вот все, я влюбилась в него. Смотрите. Ну, это ж красота. Ну, просто он такой потрясающий. И вообще, в принципе, палетка-то красивая. Здесь нет матового оттенка. Но я и делала ею одной макияж. Тени потрясающие. Прекрасно растушевываются. Хорошо наносятся. Кстати, вот этот цвет кисточкой очень хорошо передается. Ровно как и все остальные. Я когда сделала все макияжи, почему-то вспомнила все макияжи, которые делали с палеткой. Нарвина, если кто знает, да, от Анастасии. И вот она отдыхает со своим фиолетовым, если честно, на фоне вот этого цвета. И сейчас мне нравятся такие цвета и макияжи с такими оттенками. Я вот приобрела себе эту палетку. Ни капельки вообще не пожалела. Конечно, я опять-таки считаю, что 800 рублей, да, если мы берем их полную стоимость, не по скидкам, это дорого за четверку. Но я не жалею, что я их взяла. Они суперские, они классные, они яркие. Мне очень понравились. И я, в принципе, своими покупками довольна. Конечно же, нас ожидает новый каталог. Это уже шестой. И здесь посвящено очень много именно такой летней тематики. Солнцезащитным кремом, купальники. Единственное, что для себя присмотрела, сейчас честно, если сказать, то спортивку. Попробую ее взять, если будут мои размеры. Все остальное, в принципе, меня вообще не заинтересовало. Вот такой был мой обзор по пятому каталогу компании Faberlic. Пишите свои отзывы, что вы приобрели, может быть, из новой коллекции, тоже будет интересно. Меня, кстати, интересует очень хайлайтер из этой коллекции новой, как он смотрится на лице. В общем, пишите, давайте пообщаемся в комментариях. И спасибо за просмотр, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok